Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Нам часто задают вопрос, в том числе и граждане иностранных государств, как можно посетить Карабах и что для этого нужно сделать. Мы прекрасно понимаем чувства людей, которые хотят увидеть земли своих предков, либо просто посмотреть на удивительные красоты Карабаха. Многие зрители обратили внимание на то, что мы иногда используем в наших видео завораживающие красоты Карабаха, так как на самом деле это райское место. Но, к сожалению, посетить Карабах пока что невозможно. И этот запрет существует только ради безопасности и сохранения жизни гражданам. И мы сейчас объясним почему. Как вы помните, несколько месяцев назад мы уже обсуждали ситуацию с минами в Карабахе и требование выдать карты минных полей. Но мы не понимали реальной масштаба минирования Карабаха. За эти месяцы мы чуть ли не каждый день сталкивались с новостями о подрыве то российских, то азербайджанских военных, то просто гражданских лиц. Но с другой стороны, возможно и хорошо, что армянская сторона не выдала нам карты минных полей. Так как какие были бы гарантии того, что они бы просто не сфальсифицировали карты минных полей? Они бы могли дать ложные карты минных полей, чтобы запутать еще больше азербайджанских саперов и чтобы еще больше людей подорвалось на минах. Например, они выдают карту Агдамского района, где указывают места минирования и зоны свободные от мин. А на деле оказывается все совершенно наоборот. И там, где написано, что мин нет, территория не проверяется должным образом и потом оказывается, что кто-то подорвался. Поэтому необходимо проверять каждый квадратный сантиметр Карабаха самим, чтобы быть точно уверенным, что там больше нет ни одной мины. Другой вопрос, зачем все было минировать? Ведь как мы убедились, мины были поставлены не только на оккупированной границе. Армяне постоянно твердят как мантру, это наш древний Арцах, Арцах, Арцах. При этом они заминировали весь так называемый древний Арцах. Простая аналогия. Представьте, если бы Азербайджан заминировал бы Сюгянджу, Мингичевир, Берде, Аджебиди. Только для того, чтобы армяне их не захватили себе. Это невозможно представить, потому что азербайджанцы знают, что это их родные земли и там веками живут азербайджанцы. Разве можно заминировать собственные земли, на которых веками живут люди? Конечно нет. Но совершенно другое дело, когда земли чужие. Тогда там никто и не живет и не будет жить. Поэтому их именируют. Причем минируют как фанатики, чтобы никому не досталось. Ни себе, ни людям. Чтобы как можно больше людей погибло в случае потери этих земель. Если это ваш древний Арцах, то почему вы его превратили в заминированный свинарник, в котором ни одного живого места не осталось? Было бы справедливо всех пленных террористов отправить самих разминировать Карабах. А еще лучше взять Араика Ротюняна и отправить его самого без мино-детектора разминировать мины в древнем Арцахе. Пусть сам поиграет в русскую рулетку. А точнее в армянскую рулетку. Повезет, не повезет. Так почему жизнями жертвуют азербайджанцы и русские, которые не минировали Карабах? Просто нужно терпение. Подождать, пока весь Карабах будет разминирован. Надеемся, что в этом году все желающие смогут посетить Карабах. Субтитры создавал DimaTorzok